Первоклассникам страны вновь возвращают букварь и алипе. Пилотный проект запустили в третьей четверти сразу в 102 школах Казахстана. Содержание материала у всех одинаковое, но поддается он в разной последовательности. Та версия учебника, которую легче воспримут школьники, будет утверждена. Подробнее расскажет Шапогат Куатбекова. Все учебники основаны на методике первого казахского педагога-просветителя Ахмета Байтурсынова. Как известно, он считал, что основная цель алипе, то есть букваря, научить детей писать слова и читать их автоматически. Этот принцип в педагогике называется «от простого к сложному». Он подразумевает обучение самых азов. Сначала буквы, потом слоги, за ними слова и предложения. В современной же грамоте все наоборот. В этом и заключается сложность обучения под действующим учебником. Хотя называются они «саваташу» — обучение грамоте. Сейчас, в отличие от «саваташу», меняется расположение букв. Потом и альпе, и букварь будут насыщены национальными духовными ценностями. Это очень важно, потому что особенно для детей начального образования в первостепенной значения имеют это их личностное становление, формирование ценностей, подпитка национальными культурными традициями. То есть альпе будет служить началом такого изменения подхода к содержанию образования. То есть в смысле насыщения национально-культурными и духовными ценностями. Новый букварь условно разделен на три части. Первая посвящена устным урокам, которые призваны развивать разговорную речь с помощью картинок. Вторая часть — изучению букв. А третья — автоматическому чтению текста. И самый важный момент — альпе выпущен на кириллице. Это упрощает задачу всем на данном этапе, ведь пока не все готовы воспринимать латиницу. Для этого требуется еще какое-то время, говорят родители. Да, я считаю правильно, потому что родителям сложно, они не профессионалы. Родители, получается, сами обучаются сначала, а потом обучают собственных детей. Мой сын в этом году пошел в первый класс, но учится он по учебнику обучения грамоте. Я хочу, чтобы мой сын учился по букварю. Дети сначала должны изучить каждую букву отдельно, а потом уже слова. Новые учебники «Букварь и альпе» выпущены пятью издательствами. Авторы тоже разные. Книги отличаются содержанием, но суть одна и та же. Какой из букварей окажется эффективным, тот и получит путевку в жизнь. Сейчас учебники проходят апробацию в 102 школах страны. За процессом следят эксперты в онлайн-режиме. И последнее слово за ними.